Итоги недели подведем сегодня вместе в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. Погода в Алтайском крае и на выходных останется аномально жаркой. В ночь на сегодня пройдут кратковременные дожди и грозы. Местами ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура будет колебаться от 15 до 20 градусов днем. Воздух прогреется до 31. Спасатели вновь предупреждают, что купаться нужно только в разрешенных для этого местах. С начала августа в регионе начал действовать шторм прогноз погоримости. В некоторых районах объявлена высокая пожароопасность. Она продлится по 5 августа. Только за один день, 1 августа, в регионе зафиксировано 15 пожаров, семь из которых – палы травы, четыре – возгорания твердых бытовых отходов. Наиболее сложная обстановка была в Баевском, Ключевском, Олейском и Благовещенском районах. Предварительная причина пожаров – неосторожное обращение с огнем. Количество сухих гроз, по причине которых возникают лесные пожары. Растет в Алтайском крае, утверждают специалисты. Разным мерам борьбы с возгораниями в последнее время они уделяют особое внимание. И уже несколько лет подряд стараются обновлять материальную базу лесных хозяйств. В начале этой недели сразу несколько районов края, где в прошлом году прошли крупные пожары, получили новую лесопожарную технику. Она сменит порядком изношенные машины 80-х и 90-х годов. Оценил приобретение Данил Кузнецов. Документы и кричи от пожарного автомобиля вручаются иноземцу Андрею Борисовичу. Автопарк лесных хозяйств Алтайского края продолжают обновлять. В этот раз в регион поступило шесть машин для тушения пожаров, одна бочка для воды и газель для перевозки людей. Еще три единицы техники регион должен получить до конца 2024-го. Современные полноприводные газы пришли на смену технике 80-х и 90-х годов выпуска. Допустим, ГАЗ-66 в основном комплектовалось лесное хозяйство. Там тонны 600 всего воды было. Здесь уже три тонны. Конечно, тут есть и все остальное. Рукава разных диаметров, тройники, топоры и лопаты. В Урале все то же самое, но помноженное в несколько раз. Однако его пожарные, скорее всего, будут использовать для доставки воды. То есть он нужен просто, чтобы потом подвозить воду? Да, то есть он встал на водоем и качает. Маленькими машинами уже локализуется пожар, тушится. Часть техники вскоре отправится в засушливые юго-западные районы края. Там грозы случаются чаще. И по их вине лес нередко горит. Так в прошлом году от грозовых разрядов серьезно пострадал лес в Угловском, Михайловском и Егорьевском районах. В прошлом году, когда были крупные лесные пожары, там именно было сочетание вот этих неблагоприятных факторов. Когда были грозы, да, и одновременно потом вот этот ураганный ветер, когда за считанные там часы огонь просто поднимался уже и выходил из стадии там низового, переходил в категорию верхового. В этом году, несмотря на сильную жару, край пока лесные пожары минуют. Однако бдительность терять не стоит, поскольку сухие грозы все чаще наблюдаются в нашей местности. И потому новые машины нужны как никогда. Всего с 2019 года их в регион поступило свыше сотни. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. К другой теме. Более двух миллионов рублей лишилась жительница Барнаула в результате действий мошенников. Это молодая состоявшаяся женщина, которая никогда бы не поверила, что попадется на их уловки. Чтобы усилить защиту людей от мошенников, с 25 июля вступил в силу новый закон. В чем его суть? И какие новые схемы используют злоумышленники, чтобы обманывать население в нашем сюжете? В какой-то момент они меня перезванивают и говорят, все, мы продлили ваш договор связи, скажите, кот. Я такая, да. То есть я человек, который имеет хороший управленческий опыт, а человек, который, скажем так, имеет определенные хорошие достижения за спиной, который достаточно бдительный. В моменте я отвечаю, говорю, да, продлен. Я им быстро говорю код из смс. И дальше начинается такая интересная свистопляска с будным, когда на тебя оказывается очень профессиональное психологическое давление. Получив доступ Людмилы от госуслуг, мошенники смогли взять на имя автокредит в банке и большую сумму в микрофинансовой организации. Она поняла, что общается с мошенниками лишь на четвертый день, уже лишившись более чем двух миллионов рублей. Сейчас Людмиле помогают правоохранители и банкиры, но свои средства она потеряла. По данным полиции, подобных преступлений происходит от 25 до 30 в день. В числе пострадавших не только пенсионеры, но и врачи, педагоги, бизнесмены. Самая большая сумма, отданная мошенникам в этом году в Алтайском крае 140 миллионов рублей. Когда человек попадает к злоумышленнику, то есть он его со всех сторон обставил, вот сколько у человека есть денег, вот столько он и отдаст. Вот сколько ему банк дал кредита, столько он и отдаст. Начинают обманывать, что ваши денежные средства находятся под опасностью. То есть начинают элементарно, вот у вас денежные средства на счету, ими сейчас могут завладеть, давайте мы их перейдем на безопасный счет. Новый закон, который вступил в силу 25 июля, позволяет банкам на два дня приостанавливать денежные переводы людей, если получатель средств был замечен в мошеннических операциях. Банки обязаны предупредить клиента, почему блокируют переводы. Также данный закон предусматривает дополнительную ответственность банков перед своими клиентами. Так, в некоторых случаях банк будет обязан вернуть полную сумму похищенных средств, если он не проверил информацию о том, находится ли счет получателя в базе данных центрального банка, в базе мошенников, если он этого не проверил и отправил деньги, и если он не выполнил обязанность по уведомлению клиента. Если после двух дней блокировки клиент все же переведет средства мошенникам, с банка ответственность снимается. В случае с Людмилой, мошенники воспользовались украденными личными данными, девушке и банк выдал ей кредит. С ее слов, в момент первого звонка злоумышленников она была в стрессовой ситуации, связанной с личными и рабочими проблемами. Полицейские в очередной раз советуют класть трубку при непонятных звонках, либо сразу звонить в полицию, где на мошенников могут завести дело. Правда, по статистике на сегодняшний день раскрывается всего 12% всех подобного рода преступлений. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. В начале недели должно было состояться первое заседание по делу перевозчика Олега Бесчастного, которого обвиняют в даче взятки экс-замглавы Барнаула. Но заседание не состоялось. Дело направили в другой суд. Решение огласили в зале суда Индустриального района Барнаула. Заседание продлилось полчаса. Отметим, это первое и последнее слушание по перевозчику в суде Индустриального района. Уголовное дело передали в суд Центрального района. В следующем день мы совершили постепление подседательной части порядка статистической администрации. Причиной смены локации, как озвучили в зале суда, стало то, что предполагаемая передача денег произошла именно в Центральном районе Барнаула. После слушания мы попытались узнать позицию защиты Бесчастного. Однако адвокат подсудимого воздержался от комментариев. Мы, в свою очередь, напомним, что бизнесмена обвиняют в даче взятки бывшему дорожному вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву. По версии следствия, в 2020 году Бесчастный через посредника передал 2 миллиона рублей председателю комитета по дорожному хозяйству Барнаула Антону Шеломенцеву. Деньги полагали за покровительство и победу в конкурсах на обслуживание маршрутов общественного транспорта. Сам экс-замглавы уже полгода пребывает в СИЗО. Его дело рассматривает суд индустриального района. Что касается Бесчастного, то он находится под подпиской о невыезде и ожидает даты слушания в Центральном районном суде. Валентина Аскерова. День с толком. Никто, кроме них, 2 августа в Барнауле отметили День воздушно-десантных войск. Из года в год в этот день люди в тельняшках и голубых беретах ездят по улицам на машинах с десантной символикой и флагами, купаются в фонтанах и вообще отмечают праздник довольно шумно. В Барнауле тоже праздновали весь день в разных районах города. На торжественном мероприятии в честь основания элитных войск побывал Данил Кузнецов. Тельняшки, голубые береты и суровый взгляд. День ВДВ не перепутаешь ни с одним другим праздником. В Алтайском крае десантные войска в особом почете. Даже свой сквер имеют, где как раз и проходила церемония возложения цветов героям. Мой папа Прозоров Андрей Иванович, хирург, проходил службу в республике Афганистан с 1984 по 1986 год. Награжден медалью за боевые заслуги. Поэтому, наверное, мой выбор и пал на этот род войск. Далее митингующие переместились к боевой машине десантников на площади ветеранов. Эта площадь тоже значимое место, поскольку на ней установлен музей военной истории. После ремонта туда хотят добавить выставку СВО. Нигде в России нет такого, что был дом, музей, офис и вечный огонь, и мемориальные доски. Вы знаете, это так меня задело, что действительно у нас самое лучшее. Далее ВДВшники отправились на аллею десантников. Она появилась в Барнауле пять лет назад и была первым подобным проектом в России. Вообще, такое внимание к этому роду войск в Алтайском крае очень большое. Особенно в Пийске. Ветеранская тема афганская, она началась с Алтайского края. И Ассоциация патриотов России также объединила все ветеранские моторные организации, спортсменов и запустила такой проект, объединяющий всех. Вообще, эта аллея посвящена подвигу бойцов шестой роты, которая в 2000 году остановила превосходящие силы чеченских боевиков в Аргунском ущелье и отстояла высоту 776. Был среди героев и уроженец Бийска Сергей Медведев. Отдали честь героям «Минуты молчания» и песней, посвященной подвигу. Восемьдесят четыре, не дождались семьи сынов. Восемьдесят четыре разных годов пацанов. Сейчас воздушно-десантные войска все еще остаются элитой, даже на СВО. Однако времена изменились, и в зоне спецоперации голубых беретов готовят еще жестче. Притом, не только физически. А вот что конкретно вы от дронов учитесь делать? Это быть более скрытным, как бы не нарушать приказы. То есть это разведение костров, это курить тоже строго, чтобы не было ни дыма, ни каких-то световых излучений. Напомним, в этом году воздушно-десантным войскам исполняется 94 года. 2 августа 1930-го на учениях под Воронежем первые 12 десантников спрыгнули с самолета. После чего военные теоретики увидели, насколько быстро подразделение может охватить противника по воздуху. Так и появились элитные войска. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжим. Губернатор края в четверг отвечал на вопросы жителей. На прямую линию, которая впервые проходила в соцсетях и длилась два часа, поступило около двух тысяч вопросов. Помощь семьям мобилизованных, проблемы с водой, нехватка врачей и школ – лишь небольшая часть тем, которые Виктор Томенко успел разобрать в прямом эфире. Что еще волнует жителей края, узнавала Ирина Корчагина. 1775 вопросов. Именно столько обращений поступило на прямую линию с губернатором края. В социальных сетях трансляцию посмотрели десятки тысяч человек. Судя по вопросам, самые острые темы для жителей края – дороги, соцподдержка, образование, ЖКХ, строительство и, конечно же, СВО. Одна из жителей региона обратилась к Виктору Томенко с просьбой оказать помощь по хозяйству. Ее мужа мобилизовали, женщина осталась одна с грудным ребенком. И в таком положении сейчас многие семьи. Обращайтесь, пожалуйста, в фонд «Защитники Отечества», управление соцзащитой по месту вашего жительства, администрации местной, заготовка дров, угля или что-то там по дому помочь и так дальше. Здесь таких специальных государственных программ нет. Но волонтерские силы, волонтерское движение сегодня нам помогает очень большие объемы и таких вопросов закрывать. Поэтому никого не оставим, так сказать, один на один в этой ситуации и обязательно поможем. Еще одна жительница региона пожаловалась на нехватку детских врачей в Барнаульской больнице. По словам женщины, сейчас практически невозможно пройти комиссию в детский сад бесплатно. Врачи отправляют родителей в частные клиники. Такого, чтобы посылать человека, это вопиющие факты и мы с ними будем бороться. Несмотря на весь дефицит имеющихся врачей и медицинских работников, эти вещи надо пресекать, на них надо жестко реагировать. Обращаюсь к министру здравоохранения и министерству. Займитесь, там Дмитрий Владимирович Попов возглавляет, с этим надо поработать. Волнует людей и загруженность школ или вовсе их отсутствие. Особенно это касается спальных районов города. Так житель индустриального района напомнил, что еще весной Виктор Томенко анонсировал строительство школы в квартале 2033. Однако местные жители опасаются. Уже июля стройка даже не началась. Губернатор заверил, что ситуация находится на контроле. В августе, наверное, заключен будет контракт сейчас по итогам всех конкурсных процедур. Строительство такого объекта, наверное, я думаю, что года три уйдет. И поставим задачу такую, чтобы к первому сентября 27-го года школа уже распахнула двери. Также по итогам прямой линии Виктор Томенко распорядился решить вопрос с водоснабжением в проблемных муниципалитетах. Такую задачу он поставил региональному Минстрою. На это понадобится порядка 100 миллиардов рублей. Всего во время прямого эфира Виктор Томенко ответил на 17 вопросов. По его словам, остальные обращения, а мы напомним, что их было 1775, обязательно будут отработаны. Кстати, в этом году состоится еще один уже привычный формат общения с населением. Традиционная прямая линия с губернатором, которая пройдет в конце года. Ирина Корчагина, День с толком. И еще о волнующей многих теме. С начала августа в среднем на 214 рублей вырастет пенсия работающих пенсионеров. Всего в Алтайском крае тех, кто, будучи на пенсии, работал в 2023 году порядка 102 тысяч. Почему индексация оказалась не столь значительной и как будут проиндексированы страховые пенсии жителей края в 2025 году, расскажем далее. На сегодняшний день в крае живут 696 тысяч пенсионеров. А вот тех, кто в 2023 году, будучи в статусе пенсионера, официально работал, всего 102 тысячи. Пенсии повысят тем, кто не просто работал, а делал это официально. И к тому же работодатель платил за человека страховые взносы. Средний размер повышения невелик – 214 рублей. На то есть причины. Есть ограничения. То есть, если работающий человек, не пенсионер, в течение года может заработать и накопить себе на пенсию 10 пенсионных коэффициентов, то для работающих пенсионеров есть законодательное ограничение – 3 пенсионных коэффициента. То есть, неважно, какую он зарплату получит, хоть 5 миллионов. Но есть ограничения – 3 пенсионных коэффициента. Согласно поправкам в федеральный закон, со следующего года соцфонд начнет снова индексировать пенсию всех работающих пенсионеров. А их в регионе сейчас больше 96 тысяч. Решение приняли по поручению президента страны. Первая индексация пройдет в феврале 2025 года. Напомню, что пенсии работающим пенсионерам не индексировались с 2016 года. Чтобы рассчитать прибавку, планируется учесть пропущенные 8 лет. Они посчитают эту базу, то есть какой бы размер пенсии был у человека, если бы не было пропуска этих индексаций. Допустим, размер вот этой базы будет составлять 23 400 рублей. Именно к этой сумме и будет применен размер индексации. К примеру, это будет 1600 рублей. Мы эту прибавку, 1600 рублей, прибавим к тому размеру пенсии, который человек фактически получает. То есть 17 400 плюс 1600, получим 19 тысяч рублей. А вот пенсию с учетом всех пропущенных индексаций работающим пенсионерам будут платить лишь после их увольнения. Что касается социальных пенсий, то, как нам сообщили в социальном фонде Края, их продолжат индексировать согласно темпам роста прожиточного минимума пенсионеров с 1 апреля. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев, Дмитрий Денисов. День с толком. Борьба длиной в 20 лет. Пожилая жительница Барнаула с диагнозом сахарный диабет десятилетиями добивается положенного инсулина. Время от времени пенсионерку переводят с одного лекарства на другое. Такие эксперименты уже неоднократно приводили к негативным последствиям. При смене препаратов сахар летел вверх, возникала аллергическая реакция. К чему такие игры со здоровьем, пыталась выяснить Валентина Аскерова. Сахар должен у каждого диабетика стоять на вытянутую руку. Всегда во всеоружии уровень сахара ночью может резко снизиться. Сладости должны быть под рукой. С диабетом Валентина Митрохина живет уже больше 30 лет. Уровень сахара контролируют 5 раз в день. 8-9. Для меня это нормально. Но сахарные качели у Валентины Митрохиной случались при смене инсулина. Подходящий препарат пожилой женщине однажды перестали выдавать бесплатно. Перевели на другой. Эксперимент привел к аллергии. Во-первых, зуд был страшен. Потом живот это вообще что-то невыносимое было. И зуд, и язык отек. Глаза чесались. У меня страшно чесались глаза. А еще сахар мгновенно преодолел критическую отметку и поднялся аж до 26. Во-первых, стресс для организма. Страх. Я же испугалась, конечно. Во-первых, я испугалась того, что я дома, без стационара. А это делать нельзя. Я в шоке от этого. Я честно в шоке. Потому что нельзя так с диабетиками делать. Снижала сахар женщина проверенным инсулином. Но уже за свой счет. А это не маленькие деньги. После многолетней борьбы пациентки вернули подходящее лекарство. Но такая щедрость от Минздрава, боится женщина, в любой момент может закончиться. Видите, они чем мотивируют. То, что у нас же сейчас все санкции, санкции, санкции. И, значит, может так, что нам откажут в этих препаратах. В последнее время алтайские пациенты, страдающие сахарным диабетом, все чаще сталкиваются с проблемами лекарственного обеспечения. В Краевом Минздраве называют причину. Поставка препаратов не всегда проводится компаниями в обозначенный контрактом срок. Также ряд производителей инсулинов ушли с рынка. В случае временного отсутствия препаратов на рынке, Минздравом Алтайского края направляется информация в медицинские организации края о необходимости смены проводимой терапии и проведения аналоговой замены указанного препарата. Наша героиня, 76-летняя Валентина Митрохина, сетует не столько на смену препаратов, сколько на то, что пациентов при таких манипуляциях не направляют в стационар и не контролируют реакцию на новый препарат. В таких состояниях уже по скорой в больницу увозят. Но я очень крепкая и дружая. Я же выросла в деревне. Справятся ли другие пациенты, которых переводят на другой инсулин – большой вопрос. Выносливые далеко не все. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. 20 километров проселочных дорог отремонтируют в Алтайском крае до конца года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Сейчас работы уже завершают в селеозерки Тольменского района. Какие еще участки вскоре закатают свежим асфальтом – расскажем далее. Безопасные и качественные дороги по нацпроекту делают не только на трассах и в городах. Подъезды к населенным пунктам не менее важны. Так в селеозерки Тольменского района уже доделывают участок длиной почти в 2 километра. На данный момент локально мы произвели замену основания, чтобы выровнять профиль дорожной одежды в дальнейшем и избежать проблемы с водой. На сегодняшней неделе мы закончим уже укладку верхнего слоя. Останутся только тротуары и обустроиться. Это знаки дорожные. Очень важно, что здесь вскоре появится тротуар, поскольку недалеко останавливаются электрички. С другой стороны у нас школа. Так что теперь дети могут спокойно ходить на занятия. Это очень интенсивное движение у нас в этом участке. И скажу так, что часть дороги проходит непосредственно через село по улицам села. Поэтому мы в 2022 году вышли, жители села вышли за додательством. И в настоящее время работы, как вы видите, идут в полном разгаре. Доделать участок планируют уже к сентябрю. Работы ведутся в ускоренном темпе. Основной сложностью стал ремонт на железнодорожном переезде. Тут достаточно интенсивное движение поездов, поэтому приходилось часто останавливаться. Но теперь этот участок завершен и дорожники работают дальше. Озерки – отнюдь не единственный населенный пункт, где ремонтируют дороги. В текущем году 20 километров дорог будет выполнено именно в черте населенных пунктов, в 11 населенных пунктах. Как примеры можем привести из крупных – Заринск, Тогул, Новичиха. Также ремонт участков в подобных населенных пунктах края ведется по программе комплексное развитие сельских территорий. За 12 лет по проекту сделали свыше 300 километров дорог. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Уже сегодня в Барнауле волонтеры приступили к косметическому ремонту 100-летнего дома. Он уже третий по счету, который обновят в нашем городе в рамках проекта «Том Сойер Фест». Его организаторы выбирают не памятники архитектуры, но дома с историей, которые потеряли свое лицо. Расстрескавшаяся краска – будто морщины на лице дома, чьи глазницы окон смотрят на Барнаул вот уже 110 лет. В начале 20 века здешний район назывался Зайчей Слободой. Квартал преимущественно бедняков. Но именно этот участок улицы Анатолия, тогда Павловской, из-за близостей к Покровской церкви, считался наиболее престижным, что подтверждает и история дома. По моим данным, его в 1910 году построил некто Чистов. Фамилия, в принципе, характерная, например, для священников. То есть вполне возможно, что это был представитель духовенства. Но в районе Покровской церкви жили не только священники, что само собой, но и здесь жили мелкие предприниматели. Например, вот тот дом, который в прошлом году на фестивале ремонтировали, он принадлежал Пимакату, Тарантину. А хозяйкой этого дома, который стал первым участником Том Сойерфеста в Барнауле, была Мещанка по фамилии Лаптева. Волонтеров он привлек своей деревянной резьбой, которая теперь встречается все реже. Суть акции проста. Выбирают дом с историей, но не памятник архитектуры. Реставрировать такой могут только спецорганизации. На деньги спонсоров и руками добровольцев приводят фасад в порядок, максимально возвращая прежний вид. Хотя с деревянным зодчеством прошлого не все так просто. Сейчас столяров и плотников не так много. Они все заняты и очень сложно найти тех, кто согласится на какой-то безвозмездной основе это все сделать. То есть в первый год у нас получилось. То есть мы нашли такого друга единомышленника, столяра, который нам некоторые элементы восстановил, ну просто с нуля. А в прошлом году у нас не получилось этого сделать, поэтому вот на втором доме у нас до сих пор не отставят. Нынешний участник феста свое деревянное убранство сумел сохранить, но работы волонтерам тоже хватит. Перечень уже составлен. Жильцы очень хотели, чтобы можно было вот этот цоколь штукатурить заново и покрасить. И кроме этого мы ошкурим, приведем в порядок, ошкурим наличники, покрасим их, придем в порядок в фасад, который вот сейчас у нас есть. Очень будем рады видеть всех неравнодушных горожан на нашем мероприятии. Фестиваль, как правило, длится около трех месяцев в зависимости от фронта работ. И поэтому мы, конечно же, приглашаем всех жителей на это мероприятие. Суть проекта не в том, чтобы подарить вторую жизнь отдельному дому. Его организаторы мечтают воссоздать, как они говорят, историческую среду. Квартал города – начало прошлого века. Такие уголки, кстати, пользуются спросом у столичных туристов, которые купеческих особняков видели много. А вот таких заповедных уголков с деревянными домиками в больших городах остается все меньше. Николай Потешкин, Дмитрий Денисов. День с толком. Почти сенсация. Любительский футбольный клуб «Темп» на этой неделе в рамках Кубка России переиграл команду мастеров «Динамо Барнаул». По ходу встречи профессионалы выигрывали матч, но во втором тайме «Темп» перевернул игру, сравнял счет, а после изобил победный гол. Как складывалась барнаульская дерби, напомнит Дмитрий Дроздов. Место встречи изменить нельзя. Кубок России «Темп» против «Динамо» – очередное барнаульское дерби. В рамках Кубка России эти два футбольных коллектива уже между собой встречались. Одна победа у «Темпа» и одна победа у «Динамо». Кто сегодня выиграет, узнаем ровно через 90 минут. Ажиотаж и свыше 5000 болельщиков на стадионе «Динамо». Такое барнаул видит редко, но ждет с нетерпением. Любители против профессионалов. «Темп» против «Динамо». Это как демон и ангел. Кто из них, то решать зрителям. Встреча началась по сценарию «Динамо» и «Белоголубые». Владели мячом, двигались быстрее, создавали атаки. Все это дало свои плоды. Шикарная передача Бака и нападающий «Динамо» Игорь Абрамов отправляет мяч в сетку ворот. В первом тайме мы сыграли достойно, я считаю, забили хороший гол. Во втором тайме мы позволили сопернику, сами же позволили сопернику сыграть так, как во втором тайме сыграл «Темп». Во втором тайме «Темп» успокоился и начал показывать свой футбол. «Бордово-оранжевые» быстро сравняли счет. И дальше болельщики наблюдали качельный футбол. То «Темп» заваливал атаками, то «Динамо» раз за разом имели момент забить гол. Такая картина была до 80-й минуты, которая запомнился болельщикам двух команд. Владимир Завьялов, защищающий цвета «Темпа», сделал голевой пас ворота бывшей команды, где он был лучшим бомбардиром и капитаном команды, а откликнулся на пас Никита Князев. 2-1. Игроки, которые вечерами трудятся на стройке, сегодня обыгрывают команду мастеров. «Темп» в Кубке России идет дальше. «Совру, если скажу, что я не рад. Но опять же, лукавство будет, если я скажу, что я прям сильно рад. Ну, так случилось, что я сейчас в команде «Темп», и у нас прекрасная команда. И вот переиграли команду мастеров. То есть, не в обиду белоголубым болельщикам, но сегодня Барнаул, Бордово-оранжевый». «Непростой матч был. Тяжело очень для нас складывался. Первый тайм, начало. Конечно, мы не каждый день играем такие матчи при такой аудитории. Маленько ребят это где-то сковало. Ну, с середины первого тайма они начали играть уже в свою игру. В перерыве я им сказал, говорю, ребят, ну все, с середины первого тайма вы играете правильно, все делаете правильно. Просто выйдите и забейте два. Это было, и так, в принципе, они сделали». Дальше по плану «Динамо» игра на выезде с Нижним Новгородом. А «Темп» готовится к поединку в третьей лиге Сибири. А что касается Кубка России, то Бордово-оранжевые вышли на футбольный клуб «Сибирь». Игра состоится в конце августа. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. И это все на сегодня. Телефон редакции 205-545. Звоните, если готовы поделиться своими проблемами или рассказать об интересных новостях через несколько секунд о погоде, мира и добра. Всем до встречи. Продолжение следует...